В 80-е, 90-е годы 20-го века на постсоветском пространстве существовало рекордное количество молодежных субкультур. В связи с падением железного занавеса, всевозможные символы и пиктограммы, пришедшие из других стран, расхватывались как горячие пирожки, представителями различных молодежных течений. А некоторые символы, пришедшие из Запада и Востока, до сей поры трактуются однобоко и стереотипно. Привет, вы на канале НСК Шоу, и сегодня мы попробуем разобраться с истинным значением известных символов. Пентаграмма. В одной из самых популярных книг 21-го века Кот да Винчи, писатель и культуролог Дэн Браун, устами антагониста профессора Лэнгдона, повествует истинное значение пентаграммы или пентакля. Пентаграммы в виде пятиконечной звезды, в которой каждая линия равна по своей длине всем остальным. Этот символ является одним из самых могущественных образов, который на протяжении тысячелетий во многих культурах считался божественным либо магическим. Если нарисовать пентаграмму и провести в ней все диагонали, то она автоматически делится на сегменты, которые соответствуют знаменитой божественной пропорции. Именно по этой причине пятиконечная звезда всегда была символом красоты и совершенства и ассоциировалась с Венерой, богиней красоты, а также со священным женским началом. Но ввиду патриархальности большинства религий мира о связи пентаграммы с Венерой и женским началом попросту стали забывать. А в связи с тем, что в 80-е и 90-е годы 20-го века по всему миру прокатилась волна шокирующих ритуальных убийств, совершенных в рамках секты, именовавшей себя сатанистами, где перевернутый пентакл использовался в качестве основной символики, люди начали бояться этого знака, ассоциируя его ни с чем иным, как с сатанинскими и зверскими убийствами. На самом же деле участники этой всем известной секты ставили перед собой такую цель, как реализация собственных садистских склонностей, но никак не служение дьяволу. Вообще пентаграмма является древнеславянским универсальным оберегом. Кулон в виде пентакля, восточнославянские знахарки и по сей день рекомендуют носить где-нибудь на себе, под одеждой, в качестве кулона или в кармане, в качестве универсальной защиты от сглаза и порчи. Знак пацифиста В 90-е годы 20-го века на постсоветском пространстве было очень популярно молодежное течение неформалов. Они редко мыли волосы, носили клетчатые рубашки и слушали Курта Кобейна. Неформалы, как и их праотцы хиппи, избрали своим основным символом международный знак пацифизма. В связи с чем некоторые люди и по сей день ассоциируют этот максимальной степени мирный знак с бунтом против общества. Ведь тогдашние неформалы любили прогуливать школу, курить, выпивать и ссориться с не-неформалами. Ассоциация с бунтом воистину удивила бы создателя данного символа, узнаем в 1958 году, что приключится с его детищем в представлениях достаточно широких масс. Данный знак был изначально создан для британского движения за ядерное разоружение британским графическим дизайнером Джеральдом Холтомом для марша комитета прямых действий против атомной войны в 1958 году. Марш был проведен 4 апреля от Трафальгарской площади в Лондоне до управления исследованием ядерного оружия в Элдерместоне в Англии. После этого символ был принят движением за ядерное разоружение и в 1960-х годах стал международной эмблемой антивоенного движения и контркультур того времени. Инь-Ян Все полагают, что Инь-Ян является символом мужского и женского начала и только. Но это в корне неверно. Данная пиктограмма пришла от буддистов приблизительно во II-III веке н.э. На Востоке он считается моделью всего сущего. Слово Инь означает теневой склон горы, а Ян – солнечный склон горы. И посему основная трактовка данного символа – бесконечное взаимодействие контрастов. Звезда Давида Абсолютное большинство людей полагают, что шестиконечная звезда, в которой все линии равны друг другу по длине, является исключительно символом иудеев или всего, что связано с такой национальностью, как евреи. Этот знак действительно расположен на флаге Израиля и почитается евреями всего мира как священный. Вот только этим сфера влияния данного символа не ограничивается. Если посмотреть на знак внимательно, можно легко понять, что это два вписанных друг в друга равнобедренных треугольника. Один направлен своей острой частью вниз, а второй, соответственно, вверх. В очень многих культурах мира смотрящий вниз треугольник символизирует женское начало, а смотрящий вверх – мужское. Таким образом, данный знак обозначает единство мужского и женского начала, как единственных, задуманных природой или богом, а также гармонию всего сущего. Роза ветров Большинство людей полагает, что данный символ означает направление ветров и ничего более. Но это слишком узкий подход. Первое упоминание данного символа относится примерно к 1300 годам нашей эры – временам активного развития мореходства. Пиктограмма была символом путеводной звезды и оберегом для всех моряков. Они наносили на свое тело татуировки в виде розы ветров для того, чтобы из каждого плавания вернуться невредимым домой. Веселый Роджер В действительности, пираты никогда не ходили под флагом с изображением черепа и костей. Этот узнаваемый всеми символ, который именуется Веселый Роджер, был порожден уже во времена, когда пираты ушли в историю, благодаря такому виду искусства, как кинематограф. А вот правдой является то, что моряки, не только пираты, наносили себе на тело тату в виде черепа. Однако причина для этого у каждого моряка была благая. Они верили, что если к ним нагрянет сама смерть с косой и увидят на теле пострадавшего из-за шторма или кораблекрушения моряка череп, то решат, что тот уже умер, а значит пройдет стороной. То есть человек выживет. По сей день многие любители татуировок наносят себе тату с черепом, потому что придерживаются этого же суеверия. Тату в качестве оберега от смерти, от несчастного случая. А в мексиканской культуре изображение черепа является не негативным, а сугубо позитивным, поскольку является напоминанием о бесконечной благодарности духам предков. Изображение с черепами ставят в каждом доме. Как правило, череп сочетается с красными цветами-бархатцами. Именно по их лепесткам, согласно верованиям мексиканцев, духи находят дорогу в мир живых людей во время главного праздника в году – Дня Мертвых, который празднуется так же масштабно, как, к примеру, в России Новый год. Масонский глаз. Многие люди полагают, что коль данное изображение есть на купюре столь религиозной страны, как США, то это непременно значит, что означает оно «глаз Божий» или «всевидящее око Всевышнего». Только вот это не так. Это знак такого интеллектуально-философского течения, как масоны. Главной деятельностью масонов всегда была и остается благотворительность. Во главе угла для них нравственное совершенствование, в большинстве случаев требующая веры в высшую сущность, а также развитие и сохранение братской дружбы в братской среде. Культуролог и писатель Дэн Браун уверен, что при любой правящей власти в США масоны всегда являлись наиболее влиятельными членами парламента. И именно поэтому данный знак проник на главную валюту мира – полумесяц. Этот символ имеет сакральное значение во многих культурах. Он возник примерно за четыре тысячи лет до нашей эры. Встречается в Египте, Греции, Индии, Византии и Шумере, где олицетворяют возрождение и бессмертие. В индуизме, например, полумесяц олицетворяет контроль человека над своим разумом. В христианстве это знак Девы Марии, а вот в современной традиции он действительно наиболее широко известен как знак мусульман вкупе со звездой. Свастика Древний международный символ Солнца, который встречался по всей территории Евразии и являлся универсальным оберегом и знаком Солнца, был навсегда втоптан в грязь фашистами первой половины 20 века и их лидером Адольфом Гитлером. Во имя этого знака были убиты миллионы людей, и едва ли знаку Солнца удастся реабилитироваться в ближайшие 100-200 лет. В вымышленной вселенной книг о Гарри Поттере, английской писательнице Джоан Роулинг, есть такой персонаж, как злой маг Грин-де-Вальд, который желает поработить весь мир и убить большое количество неугодных ему социальных групп, в особенности немагов. Если призадуматься, то существует очевидная параллель между знаком Грин-де-Вальда, желавшего поработить немагов, и нацистской свастикой Адольфа Гитлера, истреблявшего неарийцев. Первоначально оба знака не несли в себе никакой агрессии, оставаясь лишь символами давно минувших дней. Окружность в треугольнике у Роулинг изначально знак даров смерти из детской сказки, ставший в свое время неким флагом для тех, кто верил в реальные корни этого рассказа. Свастика – солярный, относящийся к Солнцу универсальный древний символ, используемый многими древними народами мира, от Индии до Руси, и означающий движение жизни, Солнца, Света и Благополучия. Однако оба эти знака с легкой руки Грин-де-Вальда и Гитлера стали символами угнетения, гонения, насилия и террора. Ну а на сегодня это все. Если узнали что-то новое, ставьте лайк под видео, ну и конечно подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok